Входная дверь в дом или квартиру – это визитная карточка владельца. Любой владелец хочет, чтобы карточка выглядела солидно и надежно. Сегодня будем выбирать входную дверь. А поможет мне в этом главный инженер предприятия «Максмит» Михаил. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Николай. Рассказывайте. Компания «Максмит» – это полный цикл производства. Отдел по проектированию дверей. Здесь разрабатываются модели и составляется технологический процесс производства. Собственные цеха, металлообработки, покраски, деревообработки и художественные отделки. А это говорит о том, что в «Максмите» о металлических дверях знают практически все. Но и в компетентности советов по выбору двери сомневаться не приходится. Для начала разберемся с видами дверей. Основные типы дверей – это двухконтурная и трехконтурная. А что это такое? Объясните. Двухконтурная дверь – это два контура уплотнения. Вот первый контур, вот второй контур. Для квартиры вполне достаточно. Так, а трехконтурная? Трехконтурная дверь – это три контура уплотнения. Раз, два и три. В основном такие двери устанавливаются в коттеджи. В трехконтурных дверях лучше тепло и звукоизоляция за счет третьего контура и толщины самой двери. К слову, в металлических дверях «Максмит» использует утеплитель, который не горит и экологически безопасен. В этих дверях толщина металла 1,2 и 1,5 миллиметра с усилением в зоне замков до 3 миллиметров. Я понимаю, почему здесь три петли. Это говорит о том, что детали для двери «Максмит» сделаны на высокоточном оборудовании, а не, как говорят, на коленке. Еще о качестве двери можно судить по отверстиям для ригеля замка и противосъемным штырям. Обратите внимание, что в коробке отверстия под ригеля для замков тоже выполнены на станке с числовым программным управлением, а не вручную, как у других производителей. То есть не напильником? Нет. Противосъемные штыри должны быть качественные, определенной толщины и заводского изготовления. Они выполнены кустарным способом, с помощью какой-то шлифмашинки. Детали для дверей торговой марки «МД» делают на оборудовании с программным управлением. Плюс квалифицированные сотрудники. Все это сводит возможность брака практически к нулю. Но вернемся к советам от компании «Максмит». При выборе двери обратите внимание на то, что петли должны быть с подшипниками упорными. Петли должны быть приварены ровно. Качественный сварной шов петли должны быть соосны. При открытии двери не должно быть каких-то скрипов, люфтов. Дверь должна в любом положении фиксироваться, а не открываться сама или закрываться. Это говорит о том, что дверь собрана без перекосов и правильно сбалансирована. Ребра жесткости находятся на своих местах. И еще один фактор. Правильно установлено в дверном проеме. Следующий совет для меня стал открытием. Обратите внимание при выборе двери на качество крепления наружной внутренней накладки. Глухой звук говорит о том, что и внутренняя и наружная накладка имеют много точек крепления. И со временем не греметь, не пропускать какие-то запахи или шумы она не будет. Теперь о безопасности. В двери Максмит устанавливаются замковые системы лучших мировых производителей. А испытания в лаборатории показали. Двери компании соответствуют высшей, пятой категории по сопротивлению взлому. В этих дверях существует нижний замок, закрыт броненакладкой, которая защищает его от взлома. Верхний замок, свольный, автошторка, которая не пропускает запахи, температуру. При выборе двери, конечно же, нужно обращать внимание на внешний вид и условия эксплуатации. Если вам нужна дверь для улицы, то декоративная накладка обязательно должна быть выполнена из влагостойкого МДФа, покрытого полиуретановой краской, либо специальной пленкой винарит. Ну а что касается экстерьера, то двери торговой марки МД могут быть любыми. От тех, что представлены в коллекции, до эксклюзивных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова